Здравствуйте! Это программа интервью дня. Сегодня у нас в студии первый заместитель министра топлива и энергетики ТУВИ Эдуард Анатольевич Кулар. Здравствуйте! Здравствуйте! Речь пойдет сегодня у нас в студии о стоимости электроэнергии. Эдуард Анатольевич, продолжите тему, пожалуйста. Уважаемые жители республики, тариф на электрическую энергию в республике ТУВА в настоящее время действует льготный. Согласно принятому решению в прошлом году правительством республики ТУВА и то решение, которое поддержал Верховный Урал, именно приняв закон о льготном тарифе на электрическую энергию. Соответственно, население с прошлого года продолжает платить электроэнергию ниже, чем обоснованно экономически. Да. Да, эта разница компенсируется и продолжает в этом году компенсироваться из республиканского бюджета. Но, вместе с тем, с 1 июля тот тариф, который как экономически обоснованный, так и льготный, подлежит индексации. Согласно плановых значений, это 5%. Но он, опять-таки, сохраняется льготным. То есть, ниже, чем экономически обоснованным расчетом. Также, что хочется отметить по части регулирования тарифов в республике ТУВА. Значит, по тарифу для юридических лиц, то есть, прочие потребители, да, как вы знаете, также в прошлом году тариф снизился. И это произошло благодаря решению правительства Российской Федерации. И тариф снизился от 15% до 28% в зависимости от уровня напряжения. Там 4 напряжения имеются. И, соответственно, допустим, для предпринимателей частных, да, магазинов и другие объекты, которые относятся к низкому напряжению, у них тариф снизился на 28%. И этот тариф в этом году также продолжает сохраняться льготным. То есть, ну, пониженным, назовем так. Это понижение для юридических лиц субсидируется, то есть, компенсируется из федерального бюджета. Так же, как в прошлом году, в этом году правительство Республики Тыва получает федеральные деньги, почти 500 миллионов рублей на эти цели. И таким образом, в общем, как для населения, так и юридических лиц тариф по электрической энергии в Республике Тыва является льготным, ну, как бы ниже, чем экономически обоснованные расчеты. Скажите, вот плановая индексация, это уже обязательная статья получается, да? Да, экономическая модель, да, вообще, экономики, да, отрасли, так же, как и других отраслей подлежит индексации. Это связано, во-первых, конечно, на развитие, и во-вторых, цены, зарплаты и прочие базовые показатели предприятий растут. Соответственно, происходит такая вот индексация. Это не значит о том, что оно не обосновано. Оно обосновано, но в рамках регулируемого уровня со стороны правительства. В данном случае, вот эти параметры индексации утверждаются Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, в рамках вообще сокращения энергодефицита на территории Республики, какие у нас мероприятия сейчас в работе на уровне правительства Российской Федерации? Значит, до Нового года, то есть накануне, да, вот в декабре, также в выходные праздничные дни глава Республики ТВА Владислав Тавчатевич Ховалыв информировал общественность в Республике, да, о том, что принято решение на уровне правительства Российской Федерации. Это, значит, заместитель председателя правительства Новак, утвержден комплексный план энергоснабжения инвестиционных проектов на территории Республики ТВА промышленности и в социальных сферах. Вот, согласно этого плана, в течение трех ближайших лет планируется строительство третьей линии энергоснабжения, третьей высоковольтной линии в Республике от подстанции Шушенская до Туран подстанции. В результате энергодефицит в Республике ТВА будет, скажем так, ликвидирован, и также будет появиться возможность дополнительной мощности появиться для того, чтобы мы могли реализовать крупные инвестиционные проекты, в том числе электроснабжение Тоджинского кожуна и электроснабжение жилищного строительства вот в городе Козыль и вокруг города Козыла. То есть на все это есть план, и этот план в настоящее время реализуется. Хорошо. Вот эта плановая индексация была направлена в основном на развитие. А как у нас в Республике, кроме Козыла, где мы видим преобразование в сторону позитива, в Республике вообще обстоят дела? Какие-то районы у нас до сих пор же обеспечиваются дизельными станциями? Да, вы совершенно правы. Значит, по Тоджинскому кожуну я сказал, то есть предполагается присоединение к единой энергетической системе страны. А что касается Магантагинского кожуна, давно прорабатывается такой проект, требуются источники финансирования, это строительство линии, высоковольтной линии, Магантагинский кожун. Тоже такой проект был давно, такие инициативы есть, но требует изыскания финансовых средств. В этой части тоже Министерство топлива и энергетики, то есть правительство, в общем, работает, в поисках решений, то есть финансовых средств для реализации этого проекта. Что касается вообще по республике, по качеству электроснабжения в республике потребителей, в прошлом году, согласно всех обращений и наказов избирателей, в том числе накануне выборов главы республики и в Государственной Думе на уровне правительства собран большой объем наказов, в том числе по качеству электроснабжения. И этот объем информации, скажем так, ну, жалоб, да, у нас находится в работе и в этом году, в первом полугодии, планируется провести проверку, то есть обследование техобращений по адресно, конкретно по адресно. Соответственно, по итогам планируется разработать план, в том числе в рамках действующих планов, включить, да, план по ремонту этого энергии в этом году, либо на будущий период, в зависимости от требуемых обеих средств, в целях повышения качества электроснабжения потребителей республики. Такая работа ведется. Спасибо. Скажите, пожалуйста, в последнее время участие случаев отключения, ну, плановых отключений электричества, в том числе в Кызеле, с чем это связано? Плановое отключение, плановое, связано с ремонтом. Ремонт бывает плановый, либо в случае выявления каких-то рисков, энергетики заранее сообщают, сообщают о муниципальном образовании, населении потребителей и выполняют ремонтную работу, чтобы в дальнейшем не было аварийной ситуации. В том числе и в зимний период, да? Да, конечно, конечно. Зимой тоже плановое отключение, плановый ремонт тоже бывает. Вообще, какие сейчас отношения между региональным Минтопленерго, Минтоплива и нашими, скажем так, электроэнергооснабжающими организациями, федеральными структурами? Ну, взаимоотношения, скажем так, рабочие, доброжелательные, то есть взаимодействие очень, я считаю, что на хорошем уровне. И все вопросы, которые мы совместно решаем, занимаемся, находят ответы, находим ответы, да, то есть решения. И также, что еще хотел сказать по предложению, по обращению главы республики, в прошлом году Россети Сибири, да, это вот вышестоящие организации этого энерго, рассмотрели, изучили вопрос повышения качества электроснабжения жителей на левобежных дачных обществах и на правобежных дачных обществах. Вавиленские, по-моему, еще. Без Вавиленского пока. Вы знаете, вот, дачи на правом берегу, так и на левом берегу, да, у них проблемы имеются в части электроснабжения. И качество электроснабжения, уровень напряжения, вечернее время, да, сейчас и пики очень низкие, часто происходит отключение аварийной ситуации. И предварительно уже кое-какие есть наработки и есть план включить эти объемы работ, то есть передать, во-первых, электрические сети левобежных дачных обществ в ТВ-энерго на обслуживание. И также выполнение работы этой реконструкции электрических сетей. Это ближайшие 2-3 года эта работа будет организована и включена в план ТВ-энерго. Дарья Анатольевич, напомните, пожалуйста, тему нашей встречи. Может, у вас есть какое-то обращение к жителям? Уважаемые жители, если есть проблемы в части именно взаимодействия с энергетиками, а именно ТВ-энерго либо ТВ-энерго-сбыт, вы можете обратиться в Министерство топлива и энергетики Республики ТВА также. И если требуется какое-то разъяснение в части начисления за потребленную электрическую энергию, можете обратиться в службу по тарифам Республики ТВА. также, кстати, очень часто в последнее время бывают обращения связанные с осмотром приборов учета. Счетчиков. Да, счетчиков, либо составленными актами, штрафами со стороны энергетиков. Если какие-то вопросы есть, конечно, можете обратиться. И в период антиковидных ограничений как это можно сделать? Сейчас личного приема нет? Электронно. Есть интернет-сайт Министерства топлива и энергетики, есть сайт службы по тарифам. Соответственно, электронные обращения все принимаются, обрабатываются, рассматриваются, и, соответственно, ответ и решение находятся. Да, вот один еще важный вопрос. Проблема задолженности населения за потребленную электроэнергию. Насколько она сейчас актуальна? Задолженность за потребленную электрическую энергию всех потребителей республики, главным образом это население, имеет значительный объем, это накопилось не один год. Растет. Соответственно, что могу сказать? Электрическая энергия это такой же товар либо продукт, как, допустим, продукты, которые мы ежедневно потребляем. Соответственно, за эти услуги, то есть электроэнергию, необходимо платить, платить в полном объеме и своевременно. От этого зависит качество обслуживания наших электрических сетей, соответственно, качество электроснабжения. Поэтому необходимо платить, во-первых, а во-вторых, не допустить образования задолженности и так далее. Это грозит штрафными санкциями, пеня и так далее. Либо судебным решением, что может как бы сказать впоследствии быть как сказать арестован счет допустим получателя, либо имущество может быть взысканно, что понятно никому как бы нежелательно. Уважаемый телезритель, у нас сегодня в программе интервью дня в студии был первый заместитель министра топлива и энергетики ТУВ Эдуард Анатольевич Кулар. Спасибо ему за полезную информацию. Всего вам доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин